здравствуйте со времен генерала лебедя все отечественные генералы мечтают выглядеть как лебедь быть похожими как лебедь и быть таким же грозными как генерал лебедь поэтому если какая не генеральская фигура воздвиглась в кадр на трибуну то она обязана отливать в грани так чтобы планета земля внимала и конспектировала потому что это говорят такие генералы которых невозможно конечно же не воспринимать иначе как с трепетом и раболепия при этом когда путин приезжает например в южную группировку войск в ростов то его встречает дом престарелых где брюхатые дедушки в одинаковых зеленых пижамках в камуфляже очень уныло ждут когда дадут полдник но потому что если приехал проверяющий то еще в этот день хорошо покормит генерал шаманов генерал полковник выступил в государственной думе герал полковник говорил как генерал лебедь ему так казалось он был внушителен весом и конечно то что он говорил должно было потрясти планету ну заодно государственную думу вполне получилось государственных тайн военных тайн не выведал но рассказал о сокровенном при этом темп речи был нормальный генеральский он переводил себя на русский язык поэтому такие большие паузы у него были речи потому что все-таки генералы разговаривают на несколько укороченный и не такой приятной версии русского языка хорошо что генерал оказался знаком обеих версий для шаманов сказал что нынешняя армия на войне похоже на партизанский отряд вы разденьте сейчас армию вот эту армию и вы увидите вторую часть настоящей армии те которые бывают за ленточкой знают что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд она одевает себя за свои деньги за счет родственников потому что качество того обмундирования которое привозят и выдают оно просто никаким не под не подлежит оценкам что означает генеральская фраза о партизанском отряде на самом деле генерал не только имел в виду то что поняли все остальные самое главное они не по густаву одеты для любого генерала тем более он же бывший главком вдв воротничок не подшит пуговицы не блестят берцы не начищены это попрание устоев армии и партизанщина в понимании генерала это когда не все одинаковые не все по ранжиру и не все строю это недопустимо и седование генерала отливающего в граните на публику истины она сводилась к тому что армия неподобающе выглядит на парад с такими не пойдешь он же не касался того как они воюют насколько они не умеют воевать до какой степени они не профессионалы и нынешняя армия это рекрутированные любители научить которых может быть боевой опыт и в состоянии но соотношение 9 похоронили один научился этот не дожил дальше генерал шаманов пожаловавшись на их облик сказал что и одеты они неподобающе и форму они покупают за свой счет каждый министр обороны он в первую очередь получает ключи от сейфа с деньгами он занимается финансированием перераспределяя финансовые потоки в нужную сторону сердюков тоже начал с того что переодел армию переодел по английскому образцу сняв погоны и повесив одну какую-то странную заплатку посредине груди и вот здесь были какие-то знаки различий сердюкова не любили и сердюковскую форму тоже не любили генерал шойгу который всегда почему-то генерал при этом ни дня не служивший в армии и еще герой россии он тоже начал с того что переодел переобул и перешил армию и она стала у него выглядеть как нормальный шаманский бубен в инкрустации потому что герал шойгу он вернул конечно же и погоны но самое главное чем он увлекался это шитьем и при каждом генерале хорошая получается парадная очень неплохая офисная есть такое явление воевать не в чем советский союз россия они всегда готовились к войне задача государства была максимально милитаризованная к первой мировой готовились не успели не получилось ко второй мировой готовились тоже не успели тоже не получилось в афган выяснилось что войти не в чем прилично одеться тоже не успели на чеченскую выступили так выступили это же непонятно в чем и нынешние формы все дюковская лежащие на складах и нынешняя шойгу она не приспособлена для войны тем более но офицером тем которых уже всех поубивал на поле боя захватической войны им аттестат полагался на три года никакая военная форма три года не выдерживает в полевых условиях месяц это максимум полгода это считает и не воевал и когда генерал шаманов говорит о том что покупает за свой счет так и в афган тоже покупали за свой счет помните эти белые кроссовки этот высший шик который вместе с хроникой не очень был заметен но вот по сарафанному радио разносился когда мамы своим сыновьям непонятно зачем воюющим в афганистане отправляли туда теплые вещи а ведь оно есть в удовольствие вот это тепло всякие и и сподня и носки и портянки нет не хватало присылали и обувь обуви на войне не бывает никогда вдоволь ее всегда не хватает поэтому во все времена даже когда советский союз кроссовок не выпускал в афганистане воевали советских кроссовках очень непрезентабельного вида и на камнях они рвутся моментально и тем не менее в них к нынешней войне конечно же не готовы и ген шаманов мечтающий подтянуть живот и говорить также весомо как генерал лебедь кстати помните что этого стереотипа не избежал в том числе и пригожин который тоже был хотел по крайней мере быть лебедем тоже не получилось и шаманов говорит о том что за свой счет покупают да во все времена красная армия занимается самообеспечением именно этим она оправдывает свое мародерство и именно поэтому посылки идут не только в тыл но и из тыла потому что воевать при том что россия всю жизнь готовится к войне во все времена не в чем и при этом генерал шаманов говорят о том что низкое качество так в том числе потому низкая что воюет в китайском и шторм z с прошлого года уже стал получать китайские комплекты они очень красивые они отвратительного естественного китайского качества и при каждом удобном случае бойцы на поле боя пытаются мародерить либо переодеваться во что-нибудь более привычной чем в китайский красивый камуфляж но индустриальный китай помогает изо всех сил а российского потенциала а будь одеть и как всегда накормить армию не хватает и герал шаманов считает что остальные генералов развратили и он говорит с тревогой о том что других не будет и нужно что-то делать с этими и ни слова конечно же о войне у генерала шаманова как любого другого генерала за исключением лебедя у него задача ни в коем случае не осуждать и не анализировать войну это генерал лебедь говорил о том что любая война заканчивается переговорами поэтому лучше с них начинать они заканчивают одинал шаманов говорит только о том что не по уставу одеты плохого качества из дома посылки и генералы некачественные но об этом вскользь и генерал шаманов он был главкомом очень долго большую часть своей биографии он руководил в вдв и он не говорит о том что есть претензии к вдв но вдв там на поле боя точно такое же из того что пришло из тыла непрофессионально плохо одетая не обученная генерал шаманов не видит не считает своей вины в этом ну конечно нету а на самом деле российская армия во все времена построена по одному и тому же принципу поскольку солдат это одноразовое изделие никто не будет его одевать обувать экипировать давать ему в руки хорошее оружие все одноразовые воюют один день поэтому тратиться не будут поэтому интенданты толстые тыловики толстые на фронте вот они какие есть и шаманов тоже об этом говорит что тыловики пошили себе в ателье модную форму так вот лучше бы они пошли тем кто на фронте то есть болит у человека душа за войну выиграть которую страна не в состоянии и по пунктам он разбирает эти проблемы и вот тем он и громогласен на трибуне привлекая к себе внимание что говорит такие сокровенные тайны которые тайной конечно не являются ни для кого войну заканчивать шаманов не собирается но все для фронта все для победы он тем самым косвенно не знаю об этом замахнулся на устройство государства в котором армия является титульный обязательный и во все времена одноразовый а 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 и а а а а Продолжение следует...